В памяти многих еще свежи воспоминания о школьной форме – девочки в платьях и фартуках, мальчики в синих костюмах. В 90-х эта форма ушла в прошлое, но в 2000-х годах в школах все же задумались о ведении более делового стиля для учеников. И сегодня к этому вопросу подошли уже на уровне правительства. Закон вступил в силу с 1 сентября, где компетенция образовательного учреждения установлена, что теперь само образовательное учреждение определяет школьную форму, вид школьной формы. Но в соответствии, есть ли каких-то других документов, нет. На сегодняшний день у нас есть постановление правительства Республики Башкортостан, где определены основные требования к школьной форме. И есть вот памятка потребителям, которая вынесла, есть такое письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, где оговорены требования к школьной форме уже с гигиенической точки зрения. Из постановления видно, что учреждения образования не обязали вводить единую школьную форму, но согласно требованиям и рекомендациям, родители вместе с руководством школы принимали решение, какая форма будет у детей. Родители на уровне родительского комитета класса приняли решение о введении школьной формы конкретно в каждом классе. Родители собрались, обратились к поставщикам, предпринимателям города с таким вопросом, прошлись по магазинам, по предприятиям, которые могли бы обеспечить детей школьной формой. Конечно, в выборе школьной формы самый главный критерий был удобство, качество и не последний момент – цена. Получается, что одинаковая школьная форма может быть в параллели, начальном звене или просто классах. Именно так вопрос об одежде учащихся решили в 12-й школе. И такая тенденция просматривается почти во всех школах. Требования общие в школах есть либо для классов, либо для параллелей, где они решат совместно с родителями, какая школьная форма. И в то же время требовать, конечно, они будут школьную форму, потому что это веление времени и это закон. И в то же время, конечно, будут отрабатывать с теми родителями, у которых сложная жизненная ситуация. То есть все равно это будет идти индивидуальная работа с каждым родителем, с каждым учеником. Если от начального до среднего звена в классах придерживаются единой одежды для учеников, то для старших рекомендован строгий деловой стиль, выдержанный в одной цветовой гамме. И все же от мысли вести единую форму для всех классов школы не отказываются, хотя это и не прописано в новом законе. Но реализовать это пока не представляется возможным. Именно на сегодняшний день, сейчас, я думаю, нет. Но в будущем такое возможно. В связи с чем? Нужно для этого производителям проработать связь со школой. То есть, если школа выбрала единую форму, нужно поставщику постараться обеспечить линейку размеров, так как мы сейчас столкнулись с тем, что выбрали форму, но нет всех размеров. А если поставщики, производители к нам повернутся лицом, что называется, мы школьную форму, думаю, введем единую с первого по одиннадцатый класс. Говоря о единой школьной форме, можно обратиться к опыту восьмой школы. В прошлом году она была введена здесь с первой по девятой классы. В перспективе учреждения планируют и дальше идти по этому пути. И еще, что касается школьной формы. В этом году республика пообещала обеспечить первоклассник жилетами и жакетами. Но, как объяснили в отделе образования, ответ из министерства гласит, что эти элементы одежды доставят в Нефтекамск в течение года. Только вряд ли к концу учебного года эти жилеты и жакеты понадобятся первоклассникам. Дети имеют тенденцию расти. Гузель Миронова, Дмитрий Кузнецов, информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова